До пленарного совещания 57-й сессии Совета депутаты выехали в станицу Анастасиевскую для того, чтобы ознакомиться с новыми условиями организации питания школьников и детей дошкольных образовательных учреждений Славянского района. Подробности смотрите в репортаже Тины Копачевской и Георгия Калинина. Основной вопрос повестки дня – контроль за организацией и качеством питания детей в дошкольных и образовательных учреждениях нашего района. Перед началом очередной сессии народные избранники побывали в школе номер 25 в станице Анастасиевской, которая стала одной из базовых площадок комбината школьного питания. Увиденным депутаты остались довольны. В столовой школы сделан капитальный ремонт. На сегодняшний день там есть всё необходимое оборудование. Средства были выделены по краевой целевой программе технологическое оборудование из районного бюджета. Продолжилась работа сессии уже в зале администрации. С информацией об организации и качестве питания детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Славянского района выступил Виталий Титаренко, начальник управления образования. В инфраструктуре школьного питания района 36 школьных столов. Модель организации школьного питания, которая существует на сегодняшний момент, состоит из нескольких модулей. Первый модуль – это три имеющихся школьно-базовые столов. Это школа номер 29, школа номер 20. Это те школы, которые уже работают на протяжении нескольких лет. Ну, 20-я школа в режиме пилота. Не всё то, что ещё раз мы будем делать на этой школе, мы выполняем. Но 29-я школа работает в полную мощность. И 25-я школа. Услугу по организации питания осуществляет комбинат школьного питания по трём направлениям. Это поставка продуктов, полуфабрикатов и уже готовых блюд. 25-я школа Станицы Анастасиевской, как базовая, также будет обеспечивать питание близлежащие школы. Охват горячим питанием в 2013-14 учебном году у нас составлял 95%. Мы на совете по питанию, который проходил в октябре месяце, рассматриваем вопрос на крайне низкий процент охвата питания. И для себя мы поставили задачу, чтобы процент довести до уровня, ну, как минимум, 99,3%, то есть выйти на уровень среднекраевой. Ну, а при хорошем условии, конечно, и выше среднекраевого показателя. На данный момент уровень охвата горячим питанием в районе составляет 97%, а это на 2,5% больше, чем в прошлом году. Добиться повышения этих цифр управлению образованием удалось благодаря реализации планов по организации системы питания и улучшению его качества, которые были разработаны по итогам прошлой сессии. После обсуждения депутаты приняли решение о том, чтобы с 1 декабря 2014 года начал работу в полном объёме пищеблок 25-й школы, чтобы школьники смогли получать горячее питание. Также депутаты на сессии рассмотрели ещё ряд вопросов. Это отчёт о деятельности отдела МВД по Славянскому району за 2014 год, о расчётах за топливно-энергетические ресурсы на территории Славянского района, о бюджете муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и ряд других.